В селе Пушкарное Суджанского района состоялось перезахоронение останков советского солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Они были найдены группой молодежной патриотической общественной организации Челябинская государственная агроакадемия в ходе проведения поисковой экспедиции в Ленинградской области. Почему перезахоронение прошло в Курской области, об этом расскажет Ирина Шашкова. Михаил Иванович Слепцов ушел на фронт в первые дни войны. Тогда одному из семерых его детей Михаилу было всего 11. Сын героя и в свои 82 помнит лицо отца и его обещание вернуться. Каким он человеком был? Хорошим для нас. Как не говорить, все семь человек и все были живы. Ну а чего? И взяли с этих пор. Осталась одна мать с нами. 70 лет Михаила Ивановича считали без вести пропавшим. Жена ушла из жизни, так и не дождавшись вести о муже. Спустя 70-летий поисковый отряд челябинских студентов «Сварок» восстановил страницы истории героической защиты нашей Родины. В течение месяца экспедиция работала на Синявинских высотах. Именно там в 41-44 годах велась ожесточенная борьба советских войск с немецко-фашистскими оккупантами. 380 тысяч солдат пали смертью храбрых. Большинство из них были незахороненными и по сей день остаются без вести пропавшими. В их числе Михаил Иванович Слепцов один из тех, кто отдал жизни за наше будущее. 1 мая 2012 года к западу от поселка Гайталово мы обнаружили останки Слепцова Михаила Ивановича. Мы хотим поклониться сыну Михаила Ивановича, Михаилу Михаиловичу, за победу его отца. По просьбе детей и внуков останки солдата привезли сюда, в Суджанский район, где теперь живет семья Слепцовых. Мы это мероприятие проводим канун такой знаменательной даты, как День памяти и скорби 22 июня. И мы сегодня живущие на этой земле всегда будем помнить о том поколении людей, которые ценой в своей жизни завоевали для нас победу. Память о подвиге наших солдат живет в сердцах молодого поколения. Поисковые отряды готовы работать во имя мирного неба, которое нам подарили защитники Родины ценой своей жизни. Ирина Шашкова, Владимир Придворов, телеканал СЕИМ.